Завтра Сильвия уезжает в Рим, и я остаюсь совсем одна, в этом городе, с собакой, мы будем гулять, веселиться и плясать, а Сильвия будет грустить, без меня, без тебя, потому что я кто? Я супер! Субтитры сделал DimaTorzok Почему мы с Аленой тусуемся? У меня, как всегда, мой любимый сэндвич с Туной. В Барселоне самый вкусный сэндвич с Туной в Тарбитсе, мне очень нравится. Как классно вернуться после Парижа, после холодного такого, не очень доброжелательного в Барселону. Я вообще кайфую. Сижу с Аленой на... я не знаю, как это улица называется, но недалеко от Флексенкейл, на Универсаде. Ем сэндвич, пью кофе, жду Алену, она тоже пошла за сэндвичами, я ее соблазнила. Жизнь прекрасна и удивительна. Через неделю или две в Испании я стану блондинкой. Я здесь так выгораю, у меня будет все лицо в веснушках, и я буду рыжей, рыжей блондинкой с веснушками. Так я люблю. Хочешь танцевать? Да. Мы подходим к кафедралью, и здесь какая-то вечеринка. Тут только что все веселились, танцевали, а когда мы подошли, все перестали танцевать. В последнее время в Барселоне происходит какой-то бред. Ну, вот такой вот. Алена говорит, вчера тут была война как раз. Ну, было очень много лошадок. Никого за ними не убирал. Вот так как бы веселятся люди здесь. Человек-стул. Я тоже могу так танцевать. Она двигается, как я, потому что у нее спина болит. Как мы с Аленой тусуемся тут на пляже? Алена себе подушку сделала. Ну, как? Удобно? Этот чувак похож на моего знакомого. Он тоже мужикан. Барселне хочется просто стать бабушкой и начать плясать. Когда мы вместе с Аленой, мы берем от жизни просто все. Это вкуснейшая маргарита в моих руках. Очень вкусно. Часто ночью, когда у меня какое-то непонятное состояние внутри, я прихожу на это место и просто сижу здесь и смотрю на вот эту стенку, которая уже стала попсой, к сожалению. Смотрю на эту стенку, и мне становится как-то спокойнее, и иногда приходят какие-то нужные мысли и слова в голову. Я люблю приходить сюда одна и просто вот сидеть и думать. Сегодня я поняла, что очень давно я не радовалась просто так и не ходила, не улыбалась, как сегодня. Я заметила, что в последнее время я стала постоянно смеяться, хотя никаких причин для смеха у меня особо нет. Просто хожу, смеюсь и все, как дурочка какая-то. И так весело на самом деле. Все гораздо проще, чем может показаться, если не усложнять вещи, как я всегда делаю. Я пытаюсь себе внушить одну новую истину, не расстраиваться из-за того, что ты не можешь изменить. Если ты можешь изменить, то да, меняй, и все будет классно. А если ты понимаешь, что не можешь изменить, то из-за этого расстраиваться не надо. Особенно если ты проложил очень много усилий, как ты считаешь, что, наверное, твое придет, не твое, не придет. Ой, я сейчас пойду домой пить колу. Посмотреть фильм какой-то, наверное, я не знаю. Хочется пересмотреть Ганнибала Лектора. У меня вот какая-то ностальгия по-старому. Сегодня весь день слушала Нирвану, и сейчас вот хочется мне старый какой-то фильм мой любимый посмотреть, который я давно любила. Такой вот день, обычный день в Барселоне. Все сегодня я подумала, что последние три года своей жизни большую их часть я провела в Барселоне. Этот город стал мне таким родным. Вот ощущение, когда ты выходишь, знаешь каждый столб и каждую мусорку. У меня здесь, у меня даже дома в Харькове такого нет, чтобы я все знала. А здесь я знаю каждый столб, каждую наклейку на стене. И я когда сюда приезжаю, у меня постоянное ощущение, что вот это мой дом. А то все, то не мой дом. Я даже не знаю, как это описать. У меня уже нет такого восторга от Барселоны, какой был раньше. Типа, вау, как красиво. Например, я приехала из Парижа и поняла, что Париж красивее, чем Барселона для меня. Но это как бы мой дом, это как моя родина какая-то. Я не знаю. Хотя это не моя родина, но ментально и духовно, душевно это моя родина точно. Это мой дом. И каждый раз я здесь заряжаюсь энергией и силами. Я приезжаю сюда, чтобы наполниться. Или наоборот обнулиться. Я не знаю, как правильно сказать, что я хочу передать. Сзади кафедраль. Коты, что происходит? Ой, как мило. Я теперь поняла, почему есть коктейль, который называется, угадайте как, секс на пляже. Мы сейчас были свидетелями секса на пляже. Алена, ты готова? Да. Лайфхак, как я гуляю с Куки. Я привязываю его к своей ноге. И он может гулять в ту сторону, в которую я поверну ногу. Куки идет на концерт рейпер. Куки идет на концерт рейпер. Нормальная семья. Куки, я думаю, что ты пить. Быстро. Понимайся. Садя, есть сила. Добрый день. Впервые за три года в Аплексом Кейли я ем кейл суп. Ваше мнение, сильное? Все бывает впервые. Нет, как тебе суп. Нормально. Постоянно вверх. Вверх, вверх. Сил нет. Дошли до бункера и сидим. И не понятно где. У меня сегодня годовщина. Три года. В такие моменты я чувствую, что жизнь прекрасна. Да. Ты уже запомнила. Жизнь прекрасна и удивительна. Сейчас где-то в 11 часов ночи я проводила Алёну до дома. Алёна живет далеко, очень от Барселоны. Насокон. Я когда-то тоже там жила. Иду к себе домой. Такого ощущения у меня было очень давно, а какой сейчас. Поэтому я записываю видео. Не хочу запомнить это чувство. Мне так легко, хорошо и тяжело одновременно. Я не знаю, как это описать. Как будто какой-то вот груз у меня вот здесь есть. В то же время такая легкость невозможная, которую нельзя описать. У меня прошла сегодня километров 30. Со вчерашнего дня у меня дико болит поясница. Я не могу это описать. У меня болит нога. Мне так плохо. Физически. Так хорошо внутри. Я не понимаю, что мне надо делать. Я не понимаю, надо делать, за что ты хочешь от всей души. Или думать о последствиях этих действий. Я, блин, так запуталась. Я вообще ничего не понимаю. Но я иду, я слушаю шикарную музыку. Я не знаю, кому сказать спасибо за музыку, которая есть. Если бы не музыка, я бы лежала тут возле этого велосипеда, мотоцикла и плакала. Музыка это то, что даёт силы, энергию и пинки к развитию и остановку отчаяния. Сегодня Сильвия и Саша уехали и оставили мне куки, чтобы я за ним следила. Что вы думаете? Я привела его к Саграде. Он прилёг на стул. Я пью кофе и мне звуки едва. Куки нравится со мной пушить? Один мой очень старый знакомый из прошлого посоветовал мне попить латте с хазелнатмил. И действительно, это гораздо вкуснее, чем, блин, здоровье молоком. Ура! Ура! Теперь я решила, что я снова веган. Я это говорю, чтобы не уличать себя в... Чтобы уличить себя в пиздеже, если я буду брать. Это с большой аудиторией, поэтому я веган. Запомните. Я не знаю, если я воню паёк. Я же ела. Морик может. Куки кайфуют. Алены кайфуют. На попку на её, ладненько. я только что хотела попробовать вот эту штуку как она пшикается ну потому что тут есть одна хорошая одна бракованная на не пшикается я начала нажимать и там сделал рядом человек я ему в ухо пшикнула этим винегретным уксусом вот этот человек пошел еду по площади вероники люди 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 в общем мы с аленой потерялись мы взяли велосипеды алена куда-то испарилась от меня потому что я не могу так быстро ездить когда куча людей и я сейчас еду в поисках алены мы договорились прицел почты приехали с аленой я себе отбила задницу я терпору как клинт истин вот так надеюсь мы придем и велосипеды будут на месте пришли с аленой здесь играет mgmt go fuck yourself я знаю на это новая песня называется when you die это новый релиз mgmt песня называется when you die да я здесь сижу и вижу наши велосипеды пока они на месте я слышу что очень красивый суп все на месте я сидела все время пока мы ели и следила за ними мне кажется я даже не могла расслабиться я просто вот так сидела но сегодня я уже разошлась и просто я рождена для велосипеда велосипедный трафик мужик на велике за меня обогнал меня то что я еду как рагуль прекрасно выгляжу пять часов утра я не сплю я даже в этой маске не могу пошевелиться и поговорить вот плюс рано вставать или не спать просыпаешься а тут розовое небо и птицы поют язык я такого никогда не видела будда ситц монахиня островой прекрасно он на меня гавкнул да да